Добрый день, уважаемые коллеги! Моё сообщение посвящено редким осложнениям иммунотерапии. Мы все прекрасно знаем о том, что за последние несколько лет иммунотерапия совершила революцию в лекарственном лечении и злокачественном образовании. Если первоначально это касалось только метастатической меланомы, то на сегодняшний день большая часть солидных опухолей и гематологических заболеваний лечится при помощи этой группы препаратов. В нашем арсенале есть три класса иммуноонкологических препаратов – анти-CTЛА4, анти-ПД1 и анти-ПДЛ1 препараты. И хотя они несколько отличаются по своему механизму действия, суть действия этих препаратов в итоге сводится к снятию блокады сигнальных путей, которые контролируют противоопухолевый иммунный ответ, в результате чего наша собственная иммунная система вступает в борьбу и распознает чужеродные клетки. Это препараты, которые обладают крайне высокой клинической эффективностью, как с точки зрения частоты объективных ответов, влияния на показатели безрецидивной выживаемости, общую выживаемость. Но, к сожалению, уникальный механизм действия может приводить к совершенно новому классу осложнений, с которыми мы раньше не сталкивались. Это осложнение, которое возникает в результате дисбаланса в иммунологической толерантности и происходит развитие аутоиммуноподобных реакций, так называемой иммуноопосредованной нежелательной реакции. И поскольку представительство иммунной системы есть фактически в каждом органе, в каждой ткани у нас, поэтому эти осложнения могут возникать со стороны любого органа и тканей. Про наиболее частые осложнения Анна Игоревна нам сказала. Моя задача – коснуться несколько тех осложнений, которые встречаются реже. И на сегодняшний день, поскольку мы стали больше и шире применять эти препараты, мы все больше и шире сталкиваемся с теми осложнениями, которые являются редкими или, как раньше думали, нетипичными. Красным цветом выделены те осложнения, которые относятся к категории редких – это неврологические, гематологические, офтальмологические и осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. О редких осложнениях мы говорим в том случае, если их частота не превышает 1-2%. И этот слайд мы тоже видели сегодня. Клиницисту обязательно надо знать и понимать сроки, когда возможно развитие данных осложнений. Если для Ипилимумаба это первые 3-4 недели от начала лечения, и фактически к 10-й неделе мы можем увидеть уже максимум развития этих осложнений, то антипедиадин препараты, их осложнение стартует позже. Примерно на 10-й неделе могут манифестировать первые проявления иммуноопосредственных нежелательных явлений. И это, конечно, крайне важно знать, поскольку это поможет вовремя заподозрить развитие осложнения, вовремя поставить диагноз и начать терапию. Но остановимся на некоторых осложнениях, с которыми мы можем с вами столкнуться в клинической практике, и те, которые относятся к категории редких осложнений. Афтальмо-токсичность. Достаточно редкий феномен, частота не более 1%, как правило, это женщины старшей возрастной группы, как правило, это билатеральное поражение глаз. Обычно после 3-4 введений иммуно-онкологических препаратов и чаще возникают при использовании препаратов с группы антипедиадин или антипедиадин. Клинические проявления могут быть от бессимптомных до полной потери зрения. Какие варианты могут быть? Это различные воспалительные изменения конъюнктивиты, кератоконъюнктивиты, кератиты, склериты, увеиты, кровоизлияние, окклюзия сосудов сетчатки, иммиостыния гравис, ретинопатия. То есть те осложнения, которые могут быть, они весьма и весьма разнообразны. И, конечно, одному онкологу в этой ситуации абсолютно не справиться. И в нашей команде на сегодняшний день абсолютно назрел тот вопрос, что обязательно должен быть в нашей команде грамотный офтальмолог. Какие клинические проявления могут быть? Ну, это прежде всего помутнение волокон стекловидного тела. Пациенты могут предъявлять жалобу на летающие мушки перед глазами, дефекты полей зрения, расфокусированное зрение, диплопия, покраснение склер, что может сам пациент увидеть у себя, но и боли, и зуд в области глазных яблок. Какова должна быть диагностика и лечение? Это, конечно же, то, о чем я говорила, исходная оценка офтальмологического статуса. Поэтому грамотный офтальмолог в команде должен быть обязательно. При развитии хотя бы каких-то минимальных проявлений офтальмотоксичности обязательно повторная консультация офтальмолога при необходимости МРТ головного мозга с контрастированием, ангиография для оценки сосудов сетчатки. Ну, а коррекция зависит от степени тяжести. При синдроме сухого глаза это увлажняющие капли использовать. При легкой степени токсичности топические глюкокортикостероиды, это капли с включением преднизолона. Возможно использование кортикостероидов в переокулярной или инъекции в стекловидное тело, ну, а при тяжелых процессах это системное использование глюкокортикостероидов. Ну, и, конечно же, при любом проявлении офтальмотоксичности это отмена иммуно-онкологического препарата до улучшения. Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Статистика такова, что они менее 1%. Но вот сегодня Светлана Анатольевна сказала, что частота этих осложнений возрастает и может достигать уже 3%. Несмотря на свою редкость, надо знать об этих осложнениях, поскольку они могут быть летальными. Начинаются они достаточно рано, быстро очень прогрессируют, и среди осложнений доминируют миокардиты. До 70% случаев с летальностью около 50%. Перикардиты до 14%. Летальность тоже очень высокая. В большинстве случаев авторы говорят о летальности в 20%, хотя некоторые говорят о том, что летальность может достигать и 50%. Кардиомиопатия – это коцуба, тампанада сердца, острый коронарный синдром – это все осложнения, с которыми мы можем столкнуться при использовании чекпоинта ингибитора. Миокардит, как я уже сказала, это основное осложнение из кардиологических иммуно-опосредованных нежелательных явлений. Чаще всего встречается при комбинированной терапии 0,27%, ну и, конечно, при монотерапии вероятность развития миокардита тоже есть. То, о чем мы сегодня говорили и спрашивали, сопутствующая кардиологическая патология, ну, согласно литературе, она не увеличивает риск развития иммуно-опосредованных нежелательных явлений, но, тем не менее, если это выраженная кардиальная патология, то надо, конечно, задуматься о назначении этих препаратов. Раннее начало, в первый месяц от момента начала терапии, чаще всего это одно-два введения препарата, быстро прогрессирует и летальный исход до 50% случаев. Перикардит. Вот перикардит относится к более поздним осложнениям, его развитие возможно в течение одного года от начала терапии. Частота летальных исходов около 20%. Он может протекать изолированно, либо сочетаться вместе с иммуно-опосредованным миокардитом, и то, о чем говорила Анна Игоревна, сегодня мы уже можем не только прогнозировать, какой вид токсичности при использовании того или иного иммуно-онкологического препарата мы можем наблюдать, но и развитие осложнений зависит от типа опухоли, который мы лечим. И сегодня мы уже говорили о том, что и развитие пульмональной токсичности, и вот в том числе развитие кардиальной токсичности, больше характерно для пациентов, страдающих раком легкого. Симптомы весьма и весьма неспецифичны, но и очень большое значение в диагностике имеет значение исследования выпада сердечной сумки, где мы можем увидеть не только лимфоцитарную инфильтрацию, макрофагальную инфильтрацию, но при этом отсутствуют какие-либо атипичные или опухолевые клетки. Кардиомиопатия токсуба или синдром разбитого сердца очень напоминает острый коронарный синдром. Развивается он в течение первых 4-8 месяцев, то есть это достаточно ранее считается развитие осложнения. Начинается резко, имитирует острый коронарный синдром, проявляется болевым синдромом в грудной клетке. Мы можем увидеть на электрокардиографии изменения, характерные для переднего острого инфаркта миокарда, а по данным ультразвукового исследования, изменение подвижности стенки левого желудочка от акинезии до гиперкинезии с выбуханием верхушки сердца. Крайне важным здесь в постановке диагноза этого осложнения имеет коронарография, при которой мы увидим полную проходимость коронарных сосудов, и это снимает синдром острого инфаркта, острого коронарного синдрома и позволяет заподозрить именно кардиомиопатию токсуба. Если в целом суммировать все проявления кардиотоксичности, миокардиты, перикардиты, то клинические симптомы вообще не специфичны. Общее недомогание, миалгии, усталость, одышка, которые мы можем списать на проявление опухолевого процесса. Диагностика – это консультация кардиолога. Сирологические маркеры, определение тропонина, кератинкиназы, миоглобина, проявление симптомов воспаления – это С-реактивный белок и СОЭ. Обязательно выполнение электрокардиографии, эхокардиографии, МРТ сердца с контрастированием. Ну и при необходимости выполняется, конечно, биопсия эндо и миокарда. По результатам патоморфологического гистологического исследования мы можем заподозрить поражение сердца при наличии лимфоцитарной инфильтрации. Эфференциальный диагноз проводится с различными кардиологическими заболеваниями, но и в том числе с инфекцией COVID-19. При развитии минимальных проявлений, однозначно прекращение иммунотерапии, даже если это самые минимальные жалобы у пациента, госпитализация в отделении интенсивной терапии, поскольку это может потребовать и кардиостимуляции. Терапия проводится при помощи высоких доз кортикостероидов. Пульс терапии метилпригнизолоном по 1000 мг в сутки в течение 3-5 дней. В случае, если отсутствует эффект в течение первых 24 часов от начала терапии, то переходить на более серьезные иммуносупрессоры, инфлексимаб, но с осторожностью, в том случае, если есть тенденция к снижению фракции выброса левого желудочка, микофенолат и антитимоцитарный глобулин, о котором тоже сегодня уже говорили. В том случае, если это были осложнения первой степени, возможен возврат к иммунотерапии, но с применением только монотерапии. А в том случае, если это осложнение второй степени и выше, то возврат к этой опции терапии категорически исключен. Сосудистая токсичность – варианты различных воскулитов. Это, как правило, поражение крупных сосудов. Это могут быть первичные поражения сосудов центральной нервной системы, периферической нервной системы. Чаще всего возникает при использовании эпилемоаба. И при этом надо помнить, что комбинированная терапия не увеличивает риск развития сосудистой токсичности по сравнению с монорежимом. Чаще возникает в среднем возрасте 50-55 лет, и это достаточно ранние осложнения первые три месяца от начала терапии. Клиническая симптоматика весьма неспецифична, но визуально мы можем заподозрить при таких картинках, когда увидим у пациентов проявление. Кроме этого, могут быть потери чувствительности, нарушения моторики. В случае поражения сосудов глазного яблока – это нарушение зрения. Ну и кроме этого, это тромбозы глубоких вен и тромбоэмболии. Также маркеры воспаления цирреактивный белок и сои могут свидетельствовать о развитии данного осложнения. Ну и, возможно, применение инвазивного вмешательства. Это биопсия артерии, допустимо, проводить в течение первых двух недель. Прерывание иммунотерапии при любой степени осложнения развития воскулита. Терапия идентична лечению классических воскулитов. Это иммуносупрессивная терапия, то же самое, с применением высоких доз глюкокортикостероидов. При поражении жизненно важных органов пульс терапия метилпреднизолоном. Ну и при неэффективности это переход на более серьезные иммуносупрессоры, тоцелезумаб или, возможно, использование метод рексата. При снижении дозы кортикостероидов преднизолона до 10 мг в сутки и ниже, возможно, возобновление терапии иммуноонкологическими препаратами, но после консультации с ревматологом. Нейротоксичность. Частота ее уже несколько выше, чем предыдущее осложнение, может достигать до 12%. При этом может быть поражение как центральной, так и периферической нервной системы. Это могут быть неспецифичные симптомы вообще. Головная боль, тошнота головокружения, парастезии. А более серьезные осложнения проявляются более серьезной симптоматикой. ПТОС, нарушение глотания, выраженная дисфагия, прогрессирующая мышечная слабость, приводящая к дыхательной недостаточности. Среди вариантов это различные асептические менингиты, энцефалиты, миелиты. Это менингородикулоневриты, это периферические полинеэропатии. Но и более тяжелые проявления это миостыния Грависа и синдром Гиеннабаре. Чаще всего эти осложнения миостыния, энцефалит, миелит, более легкие проявляются при терапии анти-ПД1, анти-ПДЛ1 препаратами. А более тяжелые осложнения типа синдрома Гиеннабаре, менингита, при комбинированной терапии, либо при монотерапии анти-СТЛА4 препаратом. Это раннее начало осложнения. Возможное развитие в течение первых 30 дней после введения препаратов. Миостыния Гравис – это необратимое аутоиммунно-нервномышечное заболевание, которое характеризуется патологически быстрой утомляемостью поперечья полосатых мышц. В 20% случаев может приводить к летальному исходу. И чаще возникает у мужчин старшей возрастной группы при использовании анти-ПД1 препаратов. Крайне рано начинается осложнение первые 4 недели от начала терапии. Миостыния Гравис может проявляться различными симптомами в зависимости от того, насколько выражена клиническая симптоматика. Это и глазные симптомы, это симптомы со стороны лица, бульбарные симптомы. В итоге все это приводит к дыхательной недостаточности, а дышки требующие нередко искусственной вентиляции легких. Очень специфичная поза из-за того, что страдает мускулатура конечностей, поза свисающей головы. И в диагностике крайне важное значение имеет повышенные исследования литбора, повышенный уровень антителкоцетилхолину и скелетным мышцам. Синдром Гиена-Барре – это классический синдром, который проявляется в воспалительной демиеллинизации, быстро прогрессирующая, восходящая, начинается с нижних конечностей, симметричной порезы нижних конечностей, переходящей на верхние конечности, потеря глубоких сухожильных рефлексов, нарушение чувствительности и вегетативные нарушения. Прогрессирование заболевания, прогрессирование сложнее, приводит к развитию дыхательной недостаточности и может потребовать искусственной вентиляции легких. В диагностике этого синдрома крайне важное значение имеет выполнение МРТ головного мозга, МРТ позвоночника с контрастированием для исключения опухолевых поражений. Ну и, конечно же, это исследование спинномозговой жидкости в ликворе при нормальном цитозе и отсутствии симптомов воспаления мы увидим высокую концентрацию белка. Как лечить нейротоксичность? Конечно, показана экстренная госпитализация пациентов в отделении интенсивной терапии. Безусловно, прекращение иммунотерапии при любой степени тяжести данного осложнения. Лечить этих пациентов нужно совместно с неврологами. Терапия включает в себя обязательное включение кортикостероидов в высоких дозах при осложнении в третьей-четвертой степени это инфузии человеческого иммуноглобулина, о том, что мы сегодня говорили уже, и проведение процедур плазмофереза. При отсутствии эффектов в течение первых суток-двух это переход на более серьезные иммуносупрессоры, инфлексимат, микофилалаток, о чем мы тоже сегодня говорили. Ну и при миостыне это ингибиторы от стилхолиностеразы. В случае, если мы имеем место с асептическими энцефалитами и менингитами, то назначение антибактериальной терапии, противовирусной терапии до полной санации спинномозговой жидкости. И в том случае, если это тяжелое осложнение, синдром гена Борре, миостыне, то в этом случае, конечно, никто никогда не вернется вновь к терапии иммуно-онкологическими препаратами. Ну, этот слайд мы тоже видели, Анна Игоревна говорила о том, что серьезные осложнения возникают в первые три недели, и они очень быстро приводят к фатальным исходам. А вот на левой части слайда я хотела выделить, тоже мы этот слайд сегодня видели, о том, что редкие осложнения неврологические, кардиоваскулярные, гематологические, они встречаются редко, но посмотрите, какая высокая смертность от развития данных осложнений. Ну и вот так вот должна примерно выглядеть на сегодняшний день мультидисциплинарная команда. Конечно, во главе онколог и в нашей команде обязательно узкие специалисты, ревматолог, пульмонолог, нефролог, офтальмолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, дерматолог, кардиолог, специалисты отделения реанимации, фармацевт, медицинская сестра. И, конечно, только в этом случае мы можем говорить о том, что мы сможем адекватно курировать наших пациентов. Ну и принято, да, сейчас принято, take home message, что надо запомнить о том, что внедрение в практику иммуно-онкологических препаратов расширило возможности лечения пациентов злокачественными образованиями, но при этом неуклонно растет число специфических редких осложнений. Редкие осложнения – это ранние осложнения, угрозы их развития первые 12 недель от начала терапии. Антипеди-1, антипеди-1 – это осложнения со стороны зрения, сердца, нервной системы. Анти-CTЛ-А4 – это в основном сосудистые осложнения. Особенностью редких осложнений является крайне молниеносное течение, и при запоздалой диагностике это быстро приводит к декомпенсации пораженного органа. Поэтому ранняя диагностика, своевременное начало лечения – это залог успешного проведения терапии злокачественного образования. И, конечно, крайне важна не только осведомленность врачей, но и беседа с пациентом, и беседа о том, какие осложнения могут быть у пациента. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...